Тебя ждёт прекрасное приключение. Оно называется Коста Брава. Всем доброе утро. Я очень не выспалась. Я думаю, что Юля тоже встанет с очень плохими. Эмоциями, потому что мы очень много дней подряд уже, получается, по накопительной тяжелей. Спим где-то, наверное, 6 часов. Поэтому я думаю, что я сделаю Юле кофе в пастел. У меня капы есть здесь. В отеле нет молочка, так что я хотела сделать такой прекрасный кадр. На, Юлечка, подружечка, держи. Она бы взяла и такая, ой, спасибо, это что правда мне? Но не будет. Как мило! Да, мне кажется. Ой, очень миленькая. Да, очень миленькая. А вот это ты будешь надеть? Нет. Ну вот я хочу теперь эти надеть. Давай, ты можешь. Это Клипси. А как я буду переживать постоянно? Они не впадают практически. Вау! У меня усики в голове. И каждый день мы занимаемся вот этой фигнёй. Уже, блин, надоело, реально. Очень надоело, ребятки, это так. Ну ладно, мы не жалуемся, потому что у нас есть офигенная возможность посмотреть разные города. Мы уже сейчас в третьем городе живём. Итак, мы наконец-таки вышли из номера. Планирую сделать это в 9, но получилось сделать это в 9. 22 в 10 у нас выезд из отеля. Ой, тут очень красиво. Смотрите. Вчера мы сидели, вы тут ужинали. Теперь смотрим на завтрак. Я надеюсь, что это не всё. Это что? То, что ты любишь? Это брус. А, да, это авокадо. Как здорово. А ты переживай. Омлет тебе? Да, омлет с беконом. Сегодня мы будем кататься по канаду, типа Венеции. Там солнце будет светить. Может, тут сядем? В общем, принесли такое блюдо, честно говоря, вообще. Блюдо, тверблюдо какое-то. Нет, яйца, думаю, нормальные. Если что, хлеб не весь мне. Да, я знаю, да. Не, пока мне не надо. Не переживай. Блин, я расстроена из-за бекона, потому что он вообще весь какой-то жирный, и хочется, чтобы он был дожаренный. Он просто не пережаренный. Мы с Юлей любим такое прям, чтобы жирнее чувствовать. Да. Зато здесь есть авокадо, Карин, любимый. Уху! Так, сейчас мы решаем, что оставить в автобусе, потому что мы уже уехали из отеля. Вы будете в воду? В воду? Да, можно. О, спасибо. Нам все-таки понадобится мешок. Держи, брат. Спасибо, брат. Ты брат. Ты брат. Нет, ты брат. Нет, ты брат. Ты друг. Я друг. У вас мюзикл, что ли? Конечно. О, Юль, давай сделаем. У вас не влог, а мюзикл. Где мы постоянно поем. Такие, идем-идем, нормально. Потом такие, как же хорошо. Короче, приехали мы с братишкой такие. Вемпурия, браво, новый наш город, который мы покоряем. Тут просто с ума сойти, оплаваешься весь. Ты поняла точно? Да. Он же на испанском вроде сказал. Нет, он сказал на английском. Ты можешь сам покататься здесь. Представляете? Интересно, сколько это стоит? Миллион? Вот это да! Офигеть! Юля ведет. Да, чувак. Это не катамаран. Это не лодка. Это, блин, катер. Я сейчас заплачу. Нас тест-тур прекрасный. Еще поместили в отдельные лодки по двое. Чтобы никто нам не мешал. Да, что за идеальная организация. Просто вау! Это так круто! Теперь Карина за рулем. Давай, брат. Слушай, в Макдональд заедем? В автомат. В навигаторе Яндекс. Посмотри, пожалуйста. Да, секундочку. А вот и ребята наши. Я в таком восторге. Это такая крутая поездка, правда. У меня такие эмоции неподдельные. Сумасшествие! Слушай, ну красиво жить не запретишь, да? Ну, мне пытались как-то, но не получилось. У-у-у! Как классно, брат. Я люблю белые, 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 белые. Поместятся вот такие. Вы понимаете, что в Венеции такая гондола стоит типа 100 евро? И тебя катают просто по ней. Ну, конечно, может, эмоции разные. Ну, по-моему... Я не знаю, я не каталась на гондоле, но я представляю, что это. Мы не покатались тогда, когда с мамой приезжали, потому что прилив был сильный, много воды было, и вообще они не катались тогда. Но, по-моему, это так круто! Это... Это дешево очень. Это дешево. Блин, это просто волшебно. Посмотрите, какую красоту нам подарили. Сколько, ребят, это стоит, говорите? 10 евро. 10 евро. И тарелка. И тарелка. Смотрите, реально 40 евро покататься на двоих? Да. 40 евро, да. Это же капец. Маленькая лодка, да. Это было восхитительно. Ну, расскажите свои эмоции. Это очень классно вообще. Это было самое лучшее впечатление за все четыре дня. Четыре дня же, да, пока что? Вроде да. За все дотяги. Да, это реально было офигенно. Но для меня еще гольф был. Ты сам не помнишь. Да, да. А ты попробовала показаться? Конечно. Конечно, да. Такие дома. Как же? Ой, знаете, я прям сразу захотела здесь жить вообще. В общем, мы сейчас этот коптер запускали. Он летел над нами. И огромный просто орел увидел, что птица хотела его просто с вами сплотить и унести к себе в гнездо. Мы все-таки отбили его. Вниз сразу запустил. Капец реакция должна быть. Она так хопт, знаешь, по воздуху. Называется это селение Перолада. Вот мы сюда приехали. Наш автобус. Фотобас. Давай обнимемся, чтобы люди думали, что мы любим друг друга. Мне только что в комментах под новым видео написали, что ты такая высокомерная, особенно по отношению к Карине. Меня так бесит. Почему? Почему люди думают, что я к Кириллу отношу? Она просто высокомерная, а не только по отношению ко мне. Я? Паша, скажите, ты считаешь меня высокомерной? Возможно, она считает, что она лучше в чем-то, но это нормально считать себя лучше в чем-то. То есть это не значит, что высокомерие. Я считаю себя... Ну, не могу сказать, что я считаю себя лучше в чем-то тебя. Все вообще считают, что кто-то чем-то лучше. А то, что, например, что-то мое, или что делаю я, мне нравится, например, больше, чем то, что делаешь ты. Но это не то, что я считаю, что я лучше тебя. Я лучше. Я лучше сказала. Короче, Карина стоит на фоне замка, в который мы потом пойдем. Мы приехали в ресторан, и здесь мы выбираем все, что хотим. Ура, наконец-то! Мы так долго ждали этого. Юля, поэтому звала себе стейк. Меня звала себе стейк, катошка фри, а сейчас у меня на тарелке тунец и рус. Человек просто сумасшедший. Пошла в буфет, там шведский стол. Лень было, видимо, две тарелки нести, поэтому тунец лежит рядом с арбузом. Это местная национальная паэрия. Я ела паэрию в Бусселоне, там мягко понравилось гораздо больше. Ну что ж, а мне принесли мой тибон стейк. Это будет просто огонь, потому что еще у меня бокал вина. И посмотрите, как много у нас картошки фри оказалось. Ребята, в общем, у нас пошел дождь, поэтому после обеда мы решили заехать в магазин, где можно купить какие-то вкусняшки испанские, вина, шампанское. О, ты чего? Сколько лет? В смысле месяца. Лет? Ну, пару котлет, так. Если честно, я очень хочу ребенка. Или бухнуть. Еще не решила. Мы приехали в магазик, и нас тут ждали. Предложили вот такие стаканчики со льдом, и можно налить что-то из бочки. Но тут всякая какая-то жесткая бухлишка, которая меня пугает, потому что я боюсь такое пить. Я и так выпила вино, мне хватило. А еще круто, что тут никого нет, кроме нас. Всякие сыры, смотрите, можно прийти вообще, закупиться, домой повезти. Ой, брат, сколько эмоций на твоем лице. Что, мне не нравится за границей, что тут всегда чипсы с какими-то необычными вкусами, типа... Что это? Похоже на соль и масло. Ну, короче, всякие непонятные вкусы, типа вкус болячки. Фу, ну не. Когда у нас был обед с дегустацией вин, нам давали чипсы с черным трюфелем, да? Да, да, нет. Какой там? Короче, это было отвратительно. Это было просто... Ну, просто ты не любишь черный... ты не любишь трюфель, я тоже ненавижу. Но это грибы. Типа, это не грибы, это трюфель. Трюфель? Ну, в смысле, это грибы, но это не как грибы, это типа не как белый гриб, лисичка, это не то. Свет, что такое трюфеля? Это же не грибы, но они вот тут вот земляные, да, земляные. В земле. Отстой. Ты, кстати, любишь начис в кино. Ты хоть раз пробовала вот такие начис? Я пробовала, да. Тебе не нравятся? Именно оранжевые, потому что они очень вкусные. Нет, они хорошие, они не такие. Я пробовала, но... А, подожди, а это что такое? Личиной? Это рафлс. Ё-моё. Лейс? Можно... Блин, странно, зелёный для меня это... Лук. Лук, да. А, ну подожди, лук. С помидором. Почему? Ты думаешь, помидор на листок? Нет, почему я говорю разные? Ну, не знаю. Тупняк. Это что? Мне нравятся рафлс. Вот эти. Мы тут остановились погулять, я ещё летаю, и боюсь, что сейчас икну. А, я испугалась. Я тоже. Карина делает селфи, это новый уровень селфи. Уже все пошутили про это, когда кто-то видит фоткаться на фотик. Но, кстати, очень классно получается. Сейчас мы находимся на родине Сальвадора Дали, это Фигерас. В общем, тут всё прям с ним связано. Везде его фотографии, плакаты. Тут, кстати, есть даже музей, в котором он похоронен. Мы только что его проходили, но внутрь заходить не будем. У нас на это нет времени, к сожалению. Но мы были у него дома, поэтому ничего страшного. Мы приехали к замку. Кстати, этот замок 14 века. И тут ещё, смотрите, лебеди есть. Чистит, походу, свои пёрышки. Вон сколько уже начисал. Ой, как он пьёт и радуется хвостиком своим. Что это он там делает? Что это он делает? Ох, какой смешной, прям как Вилочка моя. Какой миленький. Вонти хвостиком виляет. Мордочку помыл. Сейчас мы зашли в монастырь. Церковь. В общем, при замке. Будем здесь гулять. У нас тут такая тоже будет экскурсия. Тут приблизительно 100 тысяч книг. Это реквизитная. Ага, 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 ага. Линоклипа. Да, да, да. Вот даже кроватка детская. Всё это собирают в одном месте. Смотрите, какие стулья с ума сойти вообще. Старые такие, пипец. Зеркала тоже вот такие. Все зашарпанные, грязные. Стремно, пипец. Единственное чистое зеркало. Тут есть бочки, прикиньте, которых засовывали в детей, чтобы они их чистили изнутри. Это бочка 16 века. Здесь вино, в общем-то, делали. И самое стрёмное, что туда засовывали детей, которые там могли умереть, потому что кислорода не хватало, но потом они придумали, как этого избегать. Засовывали туда свечку горячую. Горячую. Если она горела, то всё окей. Там есть кислород. Ну, короче, жесть. Вот. А тут нам показывали, как раньше пили вино. И вот такие приспособления. Они типа для бедных, чтобы они не касались губ. Ребята, мы заселились в наш новый номер. Пятизвёздночный наш. Такой красивый. В общем, здесь у нас... Ух ты, как интересно. Душ. А здесь туалет. Вот такие кровати. Ну, всё миленько достаточно. Ну, не то, что бывало, но неплохо. А ещё посмотрите, что у нас за окном. Гольф. Мы можем смотреть из окна, как люди играют в гольф. И я бы, честно говоря, поиграла. Вижу, как тут мужик играет. И хочется тоже. Всем доброго. Ромча. Всем доброго утра. Дядь. Секундочку. Скажи, сколько времени. 6.19. В общем, из-за того, что мы так рано выехали из отеля, мы не пошли на завтрак, понятное дело. И нам дали сухой баёк. Бутерброд. Банана. И всё, представляете. Это ты, когда встала в 5.30. Короче, ребят. Нам только что сообщили, что мы не летим. Юля ещё об этом не знает, потому что она отходила. Поэтому мы ей сейчас об этом сообщим. Не знаю. Что, не летим? Нет, летим. Когда? Ну, когда, и вот через пару лет. В смысле, я не понял. Слышь, я тоже. Блин, очень обидно. Представляете, погодные условия плохие для нашей безопасности. Я не понял, реально? Да. Ну, я не знаю испанский. Я не слышала его речь. В общем, вышел к людям, потолкнул речь и ушёл. Извините, ваша безопасность важнее. Вот эту фигню начал загонять. Фигня. Полетели. Я почему-то чувствовала, что мы можем не полететь. Я тоже. У тебя тоже было такое счастье? Я тоже, знаешь, почему? Потому что мы этого момента ждали больше всего. Ну, я, во всяком случае. Потому что, ну, над вулканом полетать на воздушном шаре. И я знала, что я приду, и будет какая-то фигня. Например, вчера я не ожидала, что мы будем кататься на катере. Да. И было офигенно. Слишком круто было. А этого мы, да, реально очень долго ждали и знали, что это будет круто, а в итоге... Блин, мне кажется, ребята капец злые. Они же ради этого сюда ехали. Ребята с ними. Пойдём их снимем. На, действительно. А вы рассказали уже ребятам своим ходом, что мы не летим сюда? Блин. А, хотели реакцию снять. Хотели реакцию снять. Что лучше, улететь на воздушном шаре в вулкан и умереть, или остаться здесь? Я очень расстроен. Да. Полететь, снять материал, мы готовы умереть. Я ради этого сюда летел. Шаром. Мы тоже... Ну, не то чтобы ради этого, но это было одним из самых важных. Короче, несмотря на то, что полёт отменили, мы всё-таки подойдём к корзине, в которой мы должны были лететь. Посмотрим её изнутри. Ух ты! Ничего себе! А, вот как она. Я думала, она просто так вот большая. Здорово. Да, интересно. Блин, ну жалко, конечно, я расстроена, потому что я ни разу не летала. И я думала, что вот, вот она, эта возможность. Но лучше уж не полететь, чем что-то случится, не дай бог. Это такой старинный городок, который называется Бесалум. И этот мост с 11 по 14 век, что ли, его строили. В общем, с ума сойти, красиво. Брат, вот этот человек, он либо в телефоне, либо в наушниках. Блин, вот настроение реально слушать музыку. Ты грустишь только, потому что не выспался. Ты сейчас похожа вообще, как будто бы ты только встала, брат. Держи себя в форме, ты на экскурсии. Смелись, тряпка! Короче, мы решили с Кариной, что сейчас мы пойдём разбираться с местными и устроим стрелку. Ай, слышите это? Наконец-таки после минут сорока, наверное, проведённых на одной точке, потому что мы блогерщи. Пока всё отсняли, пофоткались, теперь можно идти дальше. Заходим. Мне уже нравится, напоминает Обливион. Кто играл в Обливион? Золотое здание, всё дела. Вообще, вывески такие же, прям хочется зайти, меч купить. Или хлеб стырить из кармана. Ууу, сувениры! Брат, мы там зря так долго стояли. Вот я обожаю сувенирчики всякие смотреть и в магазинчики заходить разные. Такая необычная атмосфера, реально старого такого города. Вот я не знаю почему, но у меня мысли, что это просто Обливион конкретный. Мы решили присесть в кафе, чтобы скушать по сэндвичу, пить капучино, отдохнуть, потому что мы уже нагулялись. А ещё есть такая тема, здесь типа ведьмы были, и тут есть какой-то стул, на который сажали ведьм. То ли сжигали, то ли не знаю что, но, в общем, я очень хочу найти этот стул, потому что сегодня я выгляжу как ведьма. Итак, вот что нам принесли покушать. В общем, ребята, наша новая локация. Надеюсь, вам меня слышно. Ветер дует. Мы приехали на Коста-Браву здесь. Гуляем под побережью. Очень нравится. Только сильный ветер, из-за чего пыль всякая летит мне в глаза. Такое ощущение, там вообще камень у меня в глазах. Короче, такой крутой видос в Инстаграм выставил, где я танцую, посмотрите. Так охота купаться, прям отсюда прыгнуть бомбочкой. А вода такая чистая, прям прозрачная. Хочется сюда летом приехать. Ну, хотя сейчас тоже лето, но, знаете, такое ещё конец весны, можно так назвать. Хотя сегодня уже 7 число, июня. Но всё-таки, я думаю, сюда надо приезжать в середине июля. Вот так, наверное, тут прям очень круто. Потом пойдём пообедаем. Столько всего уже успели сделать. Круто. Только что у нас был ужин. Очень вкусный. Я выпила бокальчик вина. Несмотря на то, что сегодня очень вот столичка маленькая спала. Покушали с кайфом вообще. Сейчас пойдём гулять. Были только что вот в этом ресторанчике. Очень классные. Сидели на улице. С ветерочком приятным. А сейчас пойдём наверх. А завтра самолёт. У нас в 2 часа 45 минут. Мы уже зарегистрировались на рейс. Будем сидеть на 10-м ряду. Ура! А то, когда мы летели сюда, мы сидели вообще на 27-м ряду. Фу! В общем, мы изобрели в такой уголочек интересный. Тут прям как какой-то, знаете, отдельный пляж. В общем, такое местечко. Знаете, как мы сюда залезли? Вот через ту дырочку маленькую. Сейчас вам покажу. Пойдём. Я родился. Брат! Ты видишь? В чём сила, брат? Сила. Можно наверх по лестнице? Лестнице обожаю. Там так здорово. Я хочу туда. Давай вот туда. Споднимемся и спустимся сразу. Я себя чувствую. Серсей Ланнистер чувствую себя. Как это? Я королева семи морей. Или как? Прикинь, вот реально наверняка в те времена, да. Вот я, например, какая-то Принч Песса. Выхожу. Давайте войска, надвигайтесь. Здесь куча кораблей. Я говорю, давайте обкрадите весь Рим. Сошлите их дома. На самом деле советую посетить Коста-Браво всем тем, кто любит Игру Престолов. Очень. Всё, посмотрите. Это как будто бы деревушка, которую, ну вы поняли, в восьмом сезоне, что делали. Кайф. Без спойлеров. А тут у них у всех такие, типа... Не древние, а... Ну... Не знаю. Нет, нет, другое, другое. Средневековье. Господи. Ну ты что, улыбкаешь, что ли? Да. Буря рождённая. Шляпа улетает. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вам было интересно и вам нравятся влоги с путешествием, потому что я всегда трачу очень много времени на то, чтобы их снять, вместо того, чтобы наслаждаться каким-то видом. Ну, в общем, надеюсь, вы это оценили. Если оценили, то лайк поставьте, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет 2 миллиона на канале. До этого чуть-чуть, но люди такие ленивые, так лень подписаться на человека, на доброго блогера, который старается для вас, радует вас, ваш глаз, настроение. Короче, люблю вас, целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм Карины. Подписывайся. Будьте счастливы, вот здоровы, да? И всем пока. Пока.